всем здравствуйте вот здесь у меня молодой сад это мой личный сад который я закладывал здесь у меня яблоня в основном немножко сливы немножко груши несколько абрикосов и немножко черешни в основном яблоня причем яблоня здесь на среднерослом подвое мм-106 то есть яблони будут небольшие и вот на этом саду я набил некоторые шишки получил какой-то опыт и вот этими шишками хочу поделиться с вами потому что как говорится лучше учиться на чужих ошибках нежели допускать свои в основном это относится к яблоням так как среднерослый подвой мм-106 вот такой привилегливый особенно в первые годы поэтому в первые годы мои яблони очень сильно пострадали из-за чего я не вспахивал землю например вот так здесь росла люцерна люцерну скосили с осени я посадил саженцы и в тот год была засуха и на следующий год была очень сухо поэтому мои деревья глушила люцерна плюс на них появился грибок такой как результат практически 80 процентов саженцев погибло плюс здесь трава которая глушила саженцы неплохо очень росли ну как говорится опыт дело наживное чтобы не обкапывать саженцы вокруг вот такой землей как бы делать пар поэтому я стал мульчировать деревья вот например смотрите посадил я черешню черешня привита кстати была прошлым годом летом это весной я срезал вот над местом прививки это окулировка подвой подвой весел 2 и вот все это выросло уже в этом году эту черешню я пересадил я еще ее не обрезал весной буду делать обрезку об этом будет отдельное видео и чтобы земля не пересыхала особенно летом чтобы не росли сорняки чтобы весал себя чувствовал хорошо хотя бы первые два года дальше он не будет бояться я приствольную территорию мульчирую мульчирую соломой вот солома уже нас морозы но так как этот участок находится в селе здесь есть с натяжкой вредители есть куры которые любят очень разгребать поэтому вот эта солома это приманка для кур они приходят и начинает это все влево вправо как результат все это выглядит не очень хорошо один раз поправил второй раз поправил но это уже как бы переходит всякие границы поэтому сначала я накрывал это сеткой обычной пластиковой покупал фиксировала и колышками но сетка это не очень хорошо особенно когда она прорастает какими-то сорняками травой и ее хватает на один сезон поэтому я пошел немножко другим путем сначала думал делать деревянные реки такие и обкладывать вот эту солому но это тоже затруднительно нужно избивать это много времени поэтому я решил не более простым путем смотрите обкладываю круг дерева вот давайте так здесь вкладываю круг дерева соломой вырезал два кусочка агроволокна спонбонда черного цвета можно белого цвета но черный мне как бы сподручнее не пропускает сильно свет не будут расти под низом сорняки вот два кусочка с одной стороны сбил вот так гвоздями две рейки деревянных вот видите и положил все с одной стороны положил и с другой стороны положил вот такой первый вариант и есть второй вариант цельный кусок спонбонда или агроволокна кто к чему привык тоже с одной стороны фиксируется рейки прибывается уже примерзла и с другой стороны по центру разрезается спонбон не до конца до половины вот разрез здесь тоже чтобы нить и палость это все прибито палками и под низом конечно же солома и все таким вот образом и третий вариант вот тоже черешня очень хорошая вырезана здесь еще отверстие тоже вот так это все до половины вырезана я думаю моих вам понятно видно и все вот таким вот образом это все выглядит как результат солома делает свое дело мульча можно использовать сено можно использовать листья павший она защищает от потери влаги она не дает расти сорнякам плюс вот сверху такой вот агроволокно тент он тоже не дает попадать в солнечном свету он защищает от потери и влаги защищает от роста сорняков и самое главное вот этот вот тент вот этого агроволокно защищает от кур они уже не будут здесь выгребать потому что они не видят соломы или там минимум ее видят кстати использовал вот такую и более плотную не знаю сколько микро к сожалению есть опыт но допустим слива я ее практически уже не мульчировал потому что она на сеянцевом подвое она не боится вот черешня уже тоже в принципе это же еще год и можно уже не мульчировать хотя я как бы мульчирую без проблем и здесь вот такое агроволокно более тонкое и еще один момент я уже позже как бы мудрая мысля приходит а после я так буду дальше делать не нужно использовать гвозди просто берется обычный строительный степлер и просто степлером прибивается к рейке деревянной скобами агроволокно это так будет намного быстрее поэтому это как бы еще как бы в один вариант без гвоздей это будет ну в два раза наверное быстрее как минимум и по затратам тоже вот такие у меня опыт вот видите еще один тонкий тонкое гороволокно вот сбоку здесь задувает ветер опять же здесь нужно его фиксировать видите вот ветер дует и задувает фиксировать тоже можно или какой-то убить колышек но лучше всего сюда рейку рейку степлером прибить скобами и все будет замечательно но лучше всего конечно брать более плотное агроволокно чем собственно я буду и заниматься потому что есть еще дальше деревья ну допустим опять же вот видите абрикос растет он уже высокий это уже трехлетка по-моему ему уже даже и мульчировать ничего не нужно он корни пустил глубоко для него это уже как бы не страшно а вот если брать если брать я бы не на м106 вот видите здесь куры поработали в середине лета раскидали полностью солому как результат сорняки это все здесь оккупировали если это все оставить это не очень хорошо деревце молодое хотя здесь уже сформировано отлично крона только сделать обрезку это будет все весной как бы вот так вот такой вот от меня лайфхак на сегодня это все спасибо что смотрели увидимся пока а и 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